Всем привет! С вами Алексей Сипачевский. Сейчас снова про накладки Paleo AK-47 цветную серию Yellow, Blue и Red. У нас на канале уже есть обзоры на отдельные накладки из серии. Также я сделал обзор сравнения трех накладок друг с другом, в котором рассказано много всякого, чего нет в отдельных обзорах. Это все. Если вам интересно, можете посмотреть отдельно. Ссылки на ролики найдете под этим видео. А сейчас я хочу рассказать еще такой важный момент. Очень для многих он будет важен и интересен, я думаю. Как, чем именно отличаются вот эти накладки от японских и немецких тензоров. Потому что по поводу сравнения Paleo AK-47 Blue и AK-47 Red с японскими и немецкими тензорами встречаются вот диаметрально противоположные мнения. Yellow мы сейчас отставим в сторону. Она по скорости Allround, и она к этому сравнению, в общем, можно сказать, не относится. Но две быстрых нападающих AK-47 Blue и Red. Вот их часто сравнивают с японскими и немецкими тензорами. И одни игроки высказывают мнение, что да вообще классные накладки ничем не хуже, чем дорогие, только стоят дешево. И это одно мнение по поводу их сравнения. А другое мнение, которое очень часто звучит, это да как этим барахлом вообще можно играть. Это же вообще, ну только во дворе им играть и можно, а может и там даже не надо. То есть вообще никакого сравнения там с дониками, типхарами, баттерфляями нет. Это другое мнение. Вот, но если есть два таких разных диаметрально противоположных мнения, то где же тут истина? Я, кстати, сам этими накладками цветной серии играл. Ну, вернее, я тестировал Yellow и Blue, но не играл ими долго, потому что мне такие по моей игре не интересны. А Red я даже играл несколько месяцев в одном из вариантов сборок и в одном из вариантов стилей, в которых я могу играть. Для меня эта накладка вообще хорошо подходила. То есть я ей с удовольствием несколько месяцев отыграл. Вот, и сопоставляя то, что я про эти накладки узнал в результате собственноручного тестирования и, главное, сопоставляя множество диаметрально противоположных отзывов об этих накладках, мне кажется, я разобрался в том, чем таким важным они друг от друга отличаются. Ну, речь не про цене, цену вы сами видите, сколько стоят АК-47, сколько стоят доники, типхары и тем более баттерфляи. Нет, речь, конечно же, идет про их разницу в игре. Почему одни игроки их ставят, ими с удовольствием играют и не понимают, зачем тратить деньги на более дорогие накладки, потому что эти их полностью устраивают. Тогда как другие игроки, например, задолбавшись с тем, сколько у них уходит денег на дорогие японские или немецкие тензоры, пытаются сэкономить, пробуют эти накладки, выдерживают с ними полтренировки с матюками, потом срывают и выкидывают, потому что играть ими не могут. В чем же тут разница? Разница тут в том, что у японских и немецких тензоров, ну, не то чтобы совсем у всех, но у подавляющего большинства, у них очень цепкий топшит. То есть топшит при легком касании топспином, например, когда не прожимаешь накладку, не делаешь мощно, а вот только легенько так чиркаешь. Топспин там или банан, что-то такое чиркаешь, и накладка цепляет мяч. Вот, и те игроки, кто могут вот таким тонким зацепом играть, и кто это в своей игре использует, для них этот момент принципиально важен. Потому что у подавляющего большинства японских и немецких тензоров этот вот тонкий зацеп присутствует. У накладок топшит вот такой, что он вот так цепляет. И вы уже, наверное, догадались, к чему я подвожу. Дело в том, что накладки Палео АК-47 Ред и Блю, они стоят намного дешевле, чем немецкие и японские тензоры. Не просто так. Они могут стоить намного дешевле, потому что они сделаны из более дешевого сырья. И это более дешевое сырье, оно дает другие свойства. Нельзя сказать однозначно лучше-хуже, потому что, ну как видим, части игроков дешевые тензоры от Палео вполне заходят. То есть тут нужно говорить более конкретно, лучше-хуже в каких отношениях. То есть топшит АК-47 Блю, АК-47 Ред, он не обладает способностью вот этого тонкого зацепа. Поэтому те игроки, кому это важно, кому это критически важно, они пробуют эти накладки и не могут ими играть. У них мяч срывается. Как раз по причине отсутствия вот этого тонкого поверхностного зацепа. При этом те теннисисты, которые в своей игре этот тонкий поверхностный зацеп не используют, таких теннисистов довольно много. Я, кстати, сам из таких, поэтому я играл Палео АК-47 Ред, и меня вообще ничего не беспокоило, ничего у меня не срывалось, просто потому что я такими приемами не играю, которые требуют вот этого тонкого поверхностного зацепа. Вот. Так что те теннисисты, которые играют всякими разными другими вариантами топспина и прочих вращений, которые больше прожимают накладку, они не страдают от отсутствия тонкого поверхностного зацепа и спокойно играют этими накладками. Так что, повторяю, эти накладки ни в коем случае не взаимозаменяемые. Причем у тонкого поверхностного зацепа, который многие ценят, у него же есть еще и обратная сторона, он обеспечивает большую реакцию накладки на приходящее вращение. То есть проще ошибиться на чужом вращении, тогда как накладки с меньшим поверхностным зацепом или с более долго реагирующим топшитом, ну, как, например, китайские липучки и гибриды, многие у них топшит дольше включается, и они за счет этого меньше реагируют на приходящее вращение. Ну, в общем, обратная сторона у тонкого зацепа тоже есть, и поэтому игроки, которые не нуждаются в тонком зацепе, но при этом не любят больше ошибаться на приходящем вращении, кто много играет на блоках и прочих пассивных возвратах, они как раз, наоборот, могут больше оценить отсутствие этого тонкого поверхностного зацепа, потому что у них накладка меньше реагирует на приходящее вращение. И поэтому им эти АК-47 Ред и Блю под игру вот в таком формате могут подходить не хуже или даже, может быть, иногда и лучше, чем японские и немецкие тензоры. Но тут меня посетила мысль, что это не единственное возможное объяснение, почему так может происходить с вот этой ситуацией, что мяч недостаточно цепляется накладками АК-47 Ред и Блю и сваливается, на что некоторые игроки жаловались. Сейчас я сформулирую еще одну версию, которая может объяснять, почему так происходит. И прошу вас тоже это обдумать и высказать свои соображения в комментариях, какая из версий более вероятно это объясняет, или же обе действуют совместно. А вторая версия такая. Поскольку, например, АК-47 Ред очень быстрая и очень жесткая накладка, то из этого вытекает еще такой нюанс. У нее очень малое время задержки мяча на накладке, то есть Двелл Тайм очень короткий. А из этого вытекает следующий нюанс. Это предъявляет в ряде ситуаций повышенные требования к технике исполнения приема. То есть какая-то более медленная, более мягкая накладка, на которой сидит мяч дольше, позволяет менее точно технически выполнить тот же банан, или там еще какую-то скрутку, или еще какой-то вариант топ-спина, и при этом все же попасть на стоп. Потому что мяч сидит на накладке дольше, скорость меньше, контроль в итоге выше. А у АК-47 Ред наоборот. За счет того, что скорость очень высокая и Двелл Тайм очень маленький, контроль гораздо ниже, а требования к точности технического выполнения гораздо выше. И, соответственно, игроки, которые не обладают достаточно высоким уровнем техники, имеют очень много брака, либо вообще не могут в таких ситуациях адекватно зацепить этой накладкой мяч, и у них вот он все время сваливается. И они тогда жалуются на недостаточное сцепление, что накладка не тянет. Тогда как многие другие игроки играют этой накладкой, и у них все нормально летит на стол, и мяч не сваливается. Так что, возможно, дело не только в том, что качество резины у АК-47 и у дорогих японских и немецких тензоров отличается, но также и в том, что тут просто у АК-47 Ред повышенные требования к технике, и многие, кто пытаются ей играть, с ней просто не справляются. И еще сюда же можно отнести предположение, что если такую быструю и жесткую накладку с таким коротким dwell-таймом поставить еще и на очень быстрое и очень жесткое основание, у которого тоже короткий dwell-тайм, то в совокупности получится, что от этого комплекта вообще очень быстро отскакивает и, соответственно, очень сложно с ним управиться. Так что этот вопрос в первую очередь к тем, кто играет или играл этой накладкой, каковы ваши впечатления и соображения, что тут действительно является объяснением вот этой ситуации. Почему одни теннисисты спокойно играют АК-47, а другие не могут ей играть и жалуются, что мяч не цепляется, мяч сваливается? Ведь поскольку мяч сваливается не у всех, значит, наверное, дело не обязательно в накладке или как минимум не только в накладке. А дело скорее в системе из игрока и его ракетки, куда включена накладка. Так что и мне, и многим другим теннисистам будут интересны соображения ваши по поводу Red и Blue в этой связи. А эти накладки, если считаете, что они вам могут хорошо подойти, можете купить в нашем магазине. Ссылки найдете под видео. На этом завершаем. И напоминаю, что как только вам что-то нужно из товаров для настольного тенниса, можете обращаться за этим, а мы отправляем по Украине и всему миру в наш магазин ДТМаксимум. Не только потому, что так можно поставить весомый лайк за наше видео. Просто мы постарались сделать для вас магазин, в котором приятнее покупать. С отобранным ассортиментом, с удобным информативным сайтом, где есть подробные фильтры и множество полезных характеристик. А еще мы помогаем сделать правильный выбор, чтобы покупка вас радовала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!